Русская Германия, Германия, и не друг, и не враг атак. Арсений Каматозов. Русская Германия, Германия. 23 октября 2019 года. Когда Эрдоган атакует курдов, пытаясь захватить часть сирийской территории, прямым выгодополучателем оказывается Путин. Когда же Эрдоган, ужаснувшись коварству своего московского друга, помирившего курдов с осадом, прекращает атаки, главным бенефицаром вновь представляется Путин. Во вторник днем президент Эрдоган прилетел в Сочи, чтобы наконец узнать, что он не стал жертвой случайного коварства. Султана аккуратно, технично и беспощадно развели, как 200 последних лет северные соседи традиционно разводили турецких султанов. Теперь и встречают турецкого друга без ненужной помпы. Мусульманский Восток легче понимает силу и хитрость, когда она приправлена небольшим унижением. Пока президент Турции Реджеп Таип Эрдоган, Реджеп Таип Эрдоган, летел в Сочи, другой его сосед, президент Сирии Асад, Бащар Аль Асад, посетил вновь обретенный им город на турецкой границе. Эрдоган – вор. Он разворовал заводы, зерно и нефть, а в настоящее время ворует землю, сказал Асад на встрече с бойцами сирийских войск в Эдлибе. Все это показывает, что расклад сил в регионе радикально изменился. Я, впрочем, не нахожу, что в худшую сторону. Зависимость Дамаска от Москвы стала почти абсолютной. Но раньше судьба Асада висела на одном ржавом иранском гвозде. Чем больше в Сирии и России, тем меньше в ней Ирана. Это, конечно, выглядит формулой выбора меньшего зла, но что делать, если добро с кулаками тупо бросило регион и ушло воевать с Нанси и Пелоси, Нанчи и Пелоси. На Америку и перенесли всю досаду и горячь, которой пришлось пережить турецкому гостю в Сочи. Если обещания, данные нашей стране Америкой, не будут выполнены, то мы продолжим наше наступление там, где оно остановилось, сказал в Сочи Эрдоган. Пока президент Турции не сказал ни слова о создании Германии и зоны безопасности на сирийско-турецкой границе, идею которой выдвинула лидер ХДС Анни Грет Крамп Каренбауэр, Анни Грет Крамп Каренбауэр, в понедельник после консультации с канцлером Ангелой Меркель. В то же время федеральное правительство весьма демонстративно отменило запланированную на 6 ноября Германо-турецкую экономическую конференцию. Федеральный министр экономики Петер Альтмайер, Петер Альтмайер, подтвердил Ангельсблат, что дата перенесена. Все эти довольно неожиданные шаги Берлина ясно показывают, что оставленный президентом Трампом вакуум влияния на Востоке намерена заполнять собой не только Москва. Но только Москва будет виновата, если у Запада с этим ничего не выйдет. Кстати, и в этом подходе за последние 200 лет мало что изменилось. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.